всем привет с вами снова не гора и мы продолжаем читать визуальную новеллу путаница предыдущей части наши папаши предложили сгонять на пляж всей компании а в академии вербена как раз сегодня открывают бассейн но им я об этом ничего не сказал так четверг мы пошли да итак сегодня первый день когда открыт свободный доступ к бассейну мы прямо пошли самый первый день пожалуйста помните что мы люди способны и себя контролировать и не давать волю неизменным страстям такая тебе это ясно миду риба госпожа бени вас послушать так кажется будто я один здесь одержимый страстями сексуальный маньяк о прости я правда совсем не это имела в виду я знал что вы поймете нет я имела в виду что ты сам прекрасно знаешь каков ты есть и вслед за этими словами на дэшика бассейн академии был открыт день прекрасен на дворе 30 градусов словно они только этого ждали ученики тут же попрыгали в голубую воду опять этот чудесный сезон лето значит бассейн пляж праздник бон и мороженое верно лето твой любимый сезон конечно все японцы обожают лето не понимаю таких восторгов но согласен и я лето прекрасно и девушку на девушках летом мало одежды летом девушки носят купальники летом красота девушек почти ничем не скрыта особенно сегодня когда здесь собрались все красавицы школы знаете как я такое обожаю понятно еще бы смотри держись рамках закона помню в прошлом году я говорил ему то же самое да что там летом я жалею что вообще с ним знаком простите девушки если хотите я составлю вам компанию что нет ну и ладно не очень-то хотелось привет ты ведь до куни дзин сан из параллельного класса что скажешь если я побью твой пятисекундный рекорд не дариба я не запрещаю тебе ухаживать за девушками не мог бы ты делать это чуть более учтиво он тут как рыба в воде демонстрируя завидную отвагу и пытается приударить за каждой встречной девушкой ринкун а ты не хочешь поплавать а верно я сейчас я видел весело барахтающуюся в одессе и помахав рукой пошел вдоль бассейна поближе к ней здесь собрались и остальные и тоже вовсю веселятся эй ты не знаешь почему бассейн открывают только во время летних каникул мы у себя в мире богов изучаем мир людей и в других школах бассейны открываются гораздо раньше если кто-то кого-то и надо спрашивать так это ее верно моими да я тут да как-то и сказала открытие бассейна лишь летним каникулам это правда поздно но на то есть две причины первая причина время года сезон дождей в июне-июле а как ты сама видишь бассейн у нас не открытый не знаю почему никто не догадается возвести над ним крышу но это сейчас не важно и вообще бассейн предполагает плавание в воде раз ты все равно вымокнишь так почему бы не поплавать под дождем дождь или гроза погода большой роли не играет а вот я не уверена насчет грозы вторая причина школьные события гораздо более важные одновременно пугающие экзамены экзамены начинаются в июле как только заканчиваются экзамены начинаются каникулы так что открытие бассейна в июле отвлечет от подготовки к экзаменам по дому недопустимо вот почему бассейн у нас открывают только к летним каникулам в сентябре тут проводят уроки плавания не уверена что могу понять эти причины но ты можешь свободными вы им воспользоваться так на что же ты жалуешься и правда кстати арина сан сегодня не пришла я слышал ориентина придет немного позже наверное приготовление заняли слишком много времени ты не похожи на нарины она всегда готовится накануне знаешь у девушек со сборами столько хлопот арина сама спасибо что подождали услышал я за спиной знакомый голос принцесса наконец соизволила явиться как парень я воодушевлен возможность увидеть на риде в купальнике и оборачиваюсь а ты наконец пришла ой ха нет слов урина и мульти антас да вообще ни у кого нет слов просто все вокруг замолчали будто время остановилось такого никто не ожидал не рине сан да ты надела а это выглядит странно ну нет не странно и все-таки отец сказал что этот купальник специально для школы мы не в начальной не в средней школе так а какой школе он говорил я слышала что это самый популярный фасон купальника в мире людей пожалуй его и правда можно назвать популярным отец сказал что вы тоже будете рады видеть меня в таком что за маньяк этот король демонов он знал что в тему лет рин сама вам он не нравится и этого не говорю если хочешь знать мое мнение туда он очень тебе идет действительно она потрясающе в нем смотрится вот только как бы тебе это сказать на рине да а у тебя есть другой купальник хандара я взяла его на всякий случай потому что в этом меня слегка смещают область груди ты сама его выбрала да я подумала вдруг вы захотите взглянуть да буду рад увидеть тебя в еще одном ты ведь выбрала его чтобы показать мне услышав это она улыбнулась а ее щеки слегка зарумянились хорошо тогда я прямо сейчас пойду переоденусь и она бежала в раздевалку таджи миг по всему бассейну зазвучали тяжкие выдохи по моему ты очень даже неплохо справился с ситуацией и цуки ты так я справился а сам ты то как похоже изумление перевесила я устала сел все девушки вокруг обсуждают случившееся знаешь там настоящая провокация у меня просто нет слов надо будет сказать пару слов это мао но дзи никчемный король демонов вперед да уж обязательно скажи поверить не могу мы оба вздохнули и глядели бассейн в нем оказалось полно подозрительно согнувшихся парней среда это так весело мы четверг ой вторник провели бассейна меня в оси нет никаких особых целей никто мне ничего не поручал мне никуда не нужно спешить я просто вышел прогуляться на самом деле думаю мне просто было нечем заняться я решил что на улице могу столкнуться с кем-нибудь знакомым интересно провести время и похоже удача улыбается мне улыбнулся я про себя глядя на шагающую навстречу девушку эй на рине ринсама обрадовалась на рине тоже заметившая меня и бросилась бежать мне навстречу ой что такое но не добежав несколько шагов споткнулась и упала ты не ушиблась не нужно так спешить господи я шагуну к ней но тут же застыл на месте и устроенные ноги расставлены в сторону юбка задралась выстав на обозрение белье и ринсама что с вами наверное она еще не заметила в каком виде находится ее одежда вообще-то ничего но все гормоны я знаю что не должен смотреть не могу отвести глаз как я предполагал трусики она предпочитает традиционно никакой экзотики ринсама наконец-то она заметила ее бледные щеки залились краски значит вам тоже таком нравится я же здоровый парень чего не могу с собой поделать да я тоже считаю что это естественно раз вы парень и если вам нравится пожалуйста смотрите сколько хотите такая на рине если мне нравится смысле мне можно на это смотреть вместо ответа он стыдливо она стыдливо отвела глаза это больше так не могу хватит пожалуйста вставай вы уверены да сделай милость прикройся да гажись с облегчением ответил она и прикрыла ноги я подошел к ней помог подняться нет слов просто ну я пойду да а что она хотела сказать до того как упала на быстро мчалась прочее а так и не смог больше ничего сказать спасибо за восхитительное зрелище вот так такое короткое событие в среду и тут же наступил четверг девушка падает на растрескавшуюся землю как кукла но даже эта опора тает превращаясь в нечто и теперь ее тело неподвижно парит черной пустоте на фоне этой черноты сразу бросается в глаза ее бледная кожа фиолетовые хвостики волос развиваются в во тьме примула шепчу я ее имя но ответа нет примула выкрикиваю я ее имя подхватывая тонкое тело девушки глаза не видят меня ее руки безжизненно висят а васильковые глаза кажутся пустыми как у сломанной игрушки примула сколько бы я ее не окликал нет ответа в ней не чувствуется ни тепла ни воли она как кукла как кукла которую смастерил человек марионетка с оборванными нитями и ей больше не сдвинуться с места что там такой-то сон какой-то бьющий в окно солнечный свет ослепил меня рубашка так пропиталась потом что мне неприятно я встала бессмысленно уставился в стену перед собой это был сон я взглянул на свои руки и с облегчением видел что в них нет девушки с фиолетовыми волосами какое счастье что я не в темноте наверное она вышла с каэда желаю взглянуть на примулу я зашел в ее комнату но комната оказалась пуста что за кошмар но то примула и сна и правда как кукла она и выглядела как кукла гуманку безжизненно кукла неподвижная кукла и искусственное создание и тут я впервые по-настоящему осознал что примула искусственное создание это понимание буквально пронзила меня и наполнила беспокойством охватил страх при мысли каково это оказаться искусственным хотя сейчас еще утром уже довольно жарко сидя думаю я только сильнее впаду в уныние я вскочил под летнее солнце в надежде что она прогонит прочь мои тревоги на следующий миг передо мной возникла знакомая туша эй риндона я слышал вы приму отлично ладите ну да ответил я с улыбкой кстати примула была создана при участии как мира демонов так и мира богов значит ли это что королю богов тоже известны подробности вам что-нибудь известно о гуманкулах в этом деле миры богов и демонов работали совместно ведь так не без того все таки я верхний правитель мира богов тогда они расскажете мне немного гуманкулах я знаю что вы создали троих и слышал что двое других вероятно уже мертвы но почему они умерли и может ли то же самое случится с прямой я упомню образ девушки превратившийся в куклы парящий в черной пустоте она не видит не отзывается и не говорит точности как сцена восьмилетней давности король богов подпер рукой подбородок и судя по выражению лица задумался над моим вопросом понятно так маа боня рассказал тебе эту часть истории я не должен этого знать вроде того но я полагаю ты имеешь право знать риндона на миг он хмурился и продолжил самым серьезным видом что касается первого вопроса тут все просто их тела не выдержали не выдержали ты слышал о причине по которой был созданы гуманкулы велись исследования области магии требовалась особо мощная сила все верно другими словами это особая мощь была необходимым условием и как же мы могли создать нечто наделенная такой силой первым способом было усиление выбрали одну из демонов буквально накачали ее силой в результате ничего не вышло сама по себе мощь усилилась но тело не могло выдержать такую мощь она превысила уровень на котором обладательница силы могла управлять после первой ошибки последовала новая попытка воспроизведения то что вы люди называете клонирование мы перестроили днк демона уже так обладавшего значительной силой создали на его основе существо еще большей силы мы использовали величайшие энергии обоих заинтересованных миров и новое тело было под стать своей мощи дав ей огромную мощь и способность и управлять мы рассчитывали с ее помощью овладеть невиданными прежде силами но мы не знали что воспроизведенная днк деградирует куда быстрее обычного до поры до времени все шло хорошо но вновь закончилась провалом обе они обладали огромной силой вы физически не смогли стать силы справиться значит примула тоже успокойся сейчас разберемся со вторым способом с тем что касается приму и тут не должно возникнуть никаких проблем после двух ошибок мы воспользовались третьим методом изготовления сила превыше боков и демонов и тело способно выдержать такую силу мы изготовили ее с нуля с нуля как такое возможно обычно такое невозможно но множество ошибок множество совпадений много чудес когда все они смешиваются ничтожная вероятность становится реальностью примула воплощенное чудо мы не сможем воссоздать ее вновь даже если попытаемся для нее нет замены она уникальна уникальна да так что мы растили примула всячески оберегая может быть даже чересчур думаю в этом и заключается причина почему она стала такой я рассчитываю на тебя арендона пожалуйста позаботься об этой холодной с виду девушки в такой коробок широко улыбнулся похлопа у меня по плечу да и был таков нечего сказать она уникальна поэтому ее через чур опекали если бы не эта забота она была бы просто материалом эксперимента она лишена эмоций у нее нет ни родственников не семья она жила но жизнь проходила мимо нее примула мне кажется за этим равнодушным лицом я все же замечал проблески чувств уверен время от времени видел груз глубине и и фиалковых глаз и она улыбнулась мне когда по 3 игрушечных зверей я хочу еще раз увидеть эту улыбку от всего сердца хочу еще котиков это пятница у нас быстро недельки летят эй рентян за покупками собрался рин привет как неожиданно вы вдруг вдвоем ты так думаешь мне надо побольше узнать о мире людей поэтому иногда я хожу гулять прямой беспокойся я уже предупредил кайда тян 3 не беспокойся о да это же мало сама добро пожаловать ваш любимый столик свободен располагайтесь спасибо с удовольствием король демонов пришел прямо к столу рядом с окном часто сюда приходите да когда посещают мир я обычно заглядываю сюда за униформы официант так верно оринтян униформа заключена тайна вселенского масштаба прямо вселенского масштаба ну что там кстати говоря я давно хотел спросить насчет пение на рене пение на рене тян ее голос прекрасен то почему она отказывается петь так ты уже слышал ее пение да в тот день когда мы случайно встретились тебе не сказано повезло даже мы редко слышим как она поет правда на рене не хочет петь вдруг заговорила приму лицо ее как обычно непроницаемому кажется я вижу не что нова в ее глазах на рене думает что она украла ее украла ее песню прости это все что мы можем тебе сказать примула хотела продолжить но король демонов и и остановил прошу прощения но мы не можем рассказать больше ради блага на рене тян не мог бы ты позабыть о том что услышал сказал вежливо но решительно заранее пересекая всякую попытку развивать эту тему и затем течение всего разговора я слышал от него только о том как чудесно здешние наряды что-то там с пением какая-то тайна понедельник сразу резко до меня вдруг донесся поющий голос знакомый голос и песня тоже знакомая песня сразу пленяющая сердца людей эта песня неужели я бросился бежать со всех ног я бегу туда где уже слышал эту песню раньше в то место что стало для певицы особенным это реквием звучащий из уз девушки который утверждает что не любит петь я хочу спросить ее почему она поет и что пытается этим выразить почему ненавидит пение старается его избегать а больше всего мне хочется быть с ней рядом чтобы лучше слышать песню она опять там же да я нашел ее она не сильно раскачивалась сидит на качелях и пела глядя в небо песня была полна радости и счастья волосы девушки развивались на ветру как она может утверждать что не любит петь если пение доставляет ей такое наслаждение я слушаю ангельский колокольчик стоя у входа так чтобы она не заметила шорох ветвей колыхающихся на ветру стрек от насекомых звук работающий в соседних домах телевизоров все исчезло словно весь мир замер чтобы послушать ангельский колокольчик затем песня закончилась этих последний и и зву от звук в мир вернулись прочие звуки браво хлопая в ладоши и вышел из укрытия ринсама вы слушали да мне очень повезло учитывая что я дважды услышал твой пение просто проходя мимо не очень хорошо с вашей стороны прятаться и подслушивать мне пришлось ведь если бы я показался ты бы оборвала песню это правда на резина оказалась слегка смущенная спросил напрямую ты ведь врала когда говорила что не любишь петь тот кто не любит пение так не поет тогда почему ты сказала неправду это не ложь я самом деле ненавижу петь потому что должна признать должна помнить это дает мне надежда на которую я не имею права прошептала на рене она выглядела непривычно подавленной ее подлинное отношение к пению в чем она заключается что значит для нее и как на нее влияет я совершенно не понимаю если я стану петь как мне этого хочется мне не будет прощения уверена что не принесет мне счастья и едва договорив она убежала в чем одобрение она нуждается чтобы всего лишь петь да очень странная история четверг смотрите как скачет у нас скачет время дни недели так вот она море ярчайший солнечный свет отражается переливающихся синевой до поверхности моря воистину символ летом море и есть лето какая замечательная картинка мне бы хотелось на ней сейчас прямо остановиться еще на него полюбовимся и продолжим в следующей части начала который будет прямо на пляже сплошной позитив спасибо вам ребята за просмотр и до скорого пока пока